This red cup is for you, yes? Воспитанники группы «Цветочки» только учатся понимать иностранную речь. В группе «Ягодки» дети постарше и уже могут ответить на английском педагогу. Диме Шувалову на следующей неделе исполнится три года. На английском мальчик уже свободно считает до десяти и знает несколько цветов. Дима, can I have a car, please? Сейчас мы слушаем песни из мультиков на английском языке, и я вижу, что он начинает вслушиваться. Ну, значит, он что-то слышит знакомое. Большая благодарность нашей заведующей, что он внедряет такие эксперименты с такого раннего возраста, потому что ребенку в дальнейшем будет проще адаптироваться в окружающем мире. Ну, и в школе, я думаю, будет легче. В детском саду «Счастливое детство» малыши погружаются в англоязычную среду с полутора-двух лет. С детьми работает гувернер. Педагог проводит занятия не в формате полноценного урока, а в игровой форме. В основном такие занятия проводят в первой половине дня. Во второй воспитатели общаются с ребятишками на русском языке. Мы максимально стараемся показывать каждое наше действие, каждое наше слово, либо жестами, либо наглядно картинками, либо песнями, либо действиями. Тем самым дети, они не переводят, а стараются повторить, и это происходит непроизвольно. То есть мы не обучаем, а создаем такую среду, чтобы она была максимально естественной для детей. Педагоги рассказывают, чтобы малыши начали понимать английский язык и говорить простые фразы, в среднем потребуется два месяца. Пока на новую систему обучения перешел только частный детский сад, участник муниципальной программы «Счастливое детство». Мы работали уже с английским языком, но работали в рамках кружков. То есть это стандартная методика, было интересно, но сейчас, понимая тенденции современности, мы вышли на новый уровень. То есть мы вышли на билингвал. Что это? Это возможность действительно говорить сразу на нескольких языках. Вскоре билингвальную систему обучения внедрят и в муниципальных детских садах города. Есть сады, которые у нас сейчас начинают эту работу. Это не так просто сделать. Это должны быть и специалисты подготовленные, и тот методически необходимый материал для работы с детьми. Поэтому работа нам предстоит не быстрая, сразу скажу, и не легкая. В частные детские сады, где активно внедряют современные методики обучения, краснерские родители могут получить льготное направление или дополнительные скидки. Подробную информацию можно получить по телефону 226 13 27 или 226 15 13. Екатерина Деревянко, Сергей Кашин, Афонтова новости.